Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про 5 средств Wavon. Самые лучшие средства, без которых я уже не могу, которые заказываю регулярно. Это действительно средства такие, можно сказать, незаменимые, самые классные. То, что действительно могу выделить из каталога, скажем, прям лучшая продукция, которой Wavon очень удалась. На пятом месте я бы отметила пену для ванн, потому что все знают прекрасно не конкретно эту, а вообще пену для ванн от Wavon. Потому что многие, кто пробовал, все знают, что пена для ванн от Wavon замечательно пенится. У нее много очень различных ароматов, очень часто они очень вкусные, редко бывает то, что мне не нравится. В общем-то, потрясающая пена, и многие именно в Wavon заказывают пену, потому что она реально густая и потрясающе пенится. В четвертое место я отдала тональному крему от Wavon Luxe Kashmir, потому что это замечательный крем, это лучший тональный крем Wavon. И вообще то, что я пробовала. Он ложится очень красиво. Кожа с ним какая-то такая прям шелковистая. Она не блестит, она не наглухоматывая. Он матирует, но как-то вот не за маской ложится. У него среднее покрытие, может быть, ближе к плотному, но все же вот не за маской. Но он настолько красиво выглядит на лице, что я его люблю и обожаю. И вот занимает четвертое место в этом топе. Третье место это консилер от Wavon Luxe. Я его тоже обожаю за то, что он, у меня здесь уже, правда, огрызочек остался, за то, что он такой легкий, шелковистый и он как-то, знаете, прям скользит по коже. Вот, допустим, консилер просто вот в такой черной упаковке от Wavon, он тоже в стике. У них приблизительно одинаковое покрытие. Они одинаково перекрывают. Но этот, он вот, знаете, как-то менее гладко. Вот они выглядят вроде бы одинаково, но он как-то менее гладко ложится на коже, он как-то не так скользит. Он как-то больше залипает, когда ты его наносишь. Его сложнее разнести по коже. А этот, он прям такой гладкий, скользящий, он не жирный. Да, он такой более кремовый, конечно, не сухой, не сушит кожу под глазами. Но все же не сказать, что это прям нечто такое жирное-жирное. Но вот он настолько шелковистый. Вот второй, который черный, он прям какой-то вот, ну не знаю, более, даже не то, чтобы более кремовый. Но какой-то не такой вот. Этот консилер я люблю больше всего. Второе место – это топовое покрытие от Mark. Это топовое покрытие Avon позиционирует просто как топовое покрытие, которое продлевает срок службы лака, который дарит сияние. Но на самом деле это топовое покрытие, самый лучший его эффект в том, что он работает как замечательная сушка для лака. Лак моментально высыхает намертво. Наносишь и через несколько секунд, там секунд 30, если в два слоя, может быть, через минуту-две, если лак в два слоя ваш нанесен, все, ваш лак намертво высох. Он уже нигде не отпечатается, даже если, как я люблю красить ногти на ночь и ложиться спать, даже если я ложусь спать, то никаких отпечатков волос с утра на моих ногтях нет, как это было раньше, когда я просто сушила лак. Даже с сушкой, даже у Avon есть сушка специальная, она так не сушит. Она вообще, в принципе, мои ногти практически не сушит. Что с сушкой, что без сушки. А вот это топовое покрытие – это прям бомба. Я не знаю, почему Avon до сих пор не знает о таком эффекте. И первое место – это база под тени. Я постоянно ей пользуюсь, потому что она шикарна. Она, во-первых, такого бежевого, светло-бежевого цвета, то есть она немножко выбеливает веком, как бы, ну, вместо консилера, если у вас какие-то круги, если вы даже не хотите носить тени, если вы просто хотите накрасить ресницы. У меня, допустим, консилер, он со временем скатается, у меня жирные веки. А вот эта база, она не скатается, даже если ее не припудривать. Она просто высветлит ваше веко и останется на нем на весь день. Плюс тени останутся, если вы будете пользоваться тенями, останутся на весь день. Ну, в общем, суперсредство. Это незаменимая, вот я уже не помню, сколько лет я пользуюсь этой базой, и лучше, пока я пробовала какую-то другую базу, мне не нравится. Во-первых, многие базы, они бесцветные. Меня это не устраивает. Мне больше нравится, когда все-таки моя века, так как у меня темные круги вокруг глаз. Мне нравится, когда мой век немножко выбеливается. Во-вторых, некоторые базы, вот я пробовала базу от Vivienne Sabo, которая просто пластилиновая, ее невозможно нанести, разнести. Мне не нравится. Это просто легко, можно пальчиком, можно кистью, разносится очень легко. Раньше у них был минус, когда база уже почти заканчивалась, когда оставалось ее совсем чуть-чуть, то она становилась, видимо, как-то подсыхала, и она могла немножко комковаться, если слишком много нанести. Но сейчас я заметила, что у них они продлили срок службы после вскрытия. Раньше был год, теперь два. Видимо, что-то они все-таки поменяли в ней, и она теперь до самой последней капельки остается свежей, нигде ничего не скатывается. Просто, в общем, самое незаменимое средство для меня от Avon, поэтому я его поставила на первое место. Это просто суперсредство. Вот такие пять средств. Конечно, в Avon есть еще какие-то средства, которые я люблю. У них есть туалетные воды, которые, конечно, если вы не любитель Avon, если вы пользуетесь люксом, то многие Avon ругают, что у них воды все одинаковые на запах. Но все равно у них есть знаменитые их водички, которые достойны. Такие достойные. Это Today. Все знают. Даже те, кто пользуется люксом, все знают, что такое Today, даже знают его аромат. Little Black Dress, Pur Blanca. Это вот, мне кажется, может быть, там еще какие-то персив. Это те воды, которые знают много лет, знают все, знают, ну, если не все, то многие. Вот эта ниша у них в чем-то, она слабовата, потому что действительно у них многие туалетные воды, они схожи, в них есть что-то общее. Но есть такие, которые вот реально годами многие любят и знают. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вы тоже попробуете эти средства от Avon, и они вам также понравятся, как и мне. Я вас всех люблю. Всем пока-пока.